друзья приветствую всех вас на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые оказывают влияние на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки если мы в моменте сейчас посмотрим на содержание экономического календаря то в целом сегодня вы делите особенного нечего но друзья при этом сегодняшний день может стать весьма интересным для всех категорий финансовых активов и прежде всего для доллара и американского фондового рынка потому что сегодня на рынке могут оказаться прийти сообщение о новых мерах экономического стимулирования почему есть ожидание того что эти изменения произойдут потому что накануне нэнси пелоси лидер палаты представителей в принципе призвала белый дом на проявить проактивную позицию и если администрация действующего президента хочет чтобы новые меры экономического стимулирования были согласованы конгрессом еще до завершения президентских выборов а то до конца сегодняшнего дня какие-то предложения вразумительные должны поступить и также друзья накануне трампа сделал заявление о том что готов пойти навстречу собственно демократам рассмотрев возможности более широкого более объемного пакета экономических стимулов я не уверен то что трампа согласиться на 2 и 2 триллиона долларов как пакета фонда за который сейчас отопит демократы но поближе к двум триллионам уже вполне реальная цифра которая могла бы устроить всех мне друзья также интересно как и вам какое фактическое решение будет но в то же время на сколько раз мы уже были близки вместе с прочими инвесторами спекулянтами к этому пакету экономических стимулов однако он все равно ускользал и мы ранее уже пришли к выводу что скорее всего новые меры поддержки будут приняты в сша только после того как мы нам станет известно имя нового президента в любом случае друзья поддержка экономическая она неизбежна потому что ситуация с к видом которая к сожалению ухудшается с каждым днем она явно указывает на то что через квартал макроэкономические показатели начнут очень сильно тухнуть и это скажется на темпах экономического роста негативнейшим образом снова замаячит перспективы рецессии хотя многие считают что американская экономика вовсе из нее не выбралась после того пика пандемичного с которым столкнулась в начале двадцатого года короче друзья вчера мы наблюдали за ослаблением снижением курса американского доллара сейчас котировки по индексу валюты американская 93 38 я сохраняю ставку в цел если эти меры экономической поддержки пусть даже в частичном объем не нужно 2 триллиона хотя бы сейчас на 400 500 миллиардов для поддержки безработным компаниям частному сектору этого будет достаточно чтобы поддержать рыночный позитив и оптимизм на фондовом рынке и притопить позиции доллара поэтому следим за тем как будут развиваться события завтрашний брифинг будет точно еще более интересным особенно если я все-таки белый дом сможет договориться с законодателями золото 1902 здесь друзья аналогично ставка только вверх потому что новые меры экономической поддержки это риск для роста инфляции я вам уже много раз говорил самая лучшая страховка от инфляционных рисков это работа с защитными инструментами которые существуют для того чтобы страховаться от этих рисков и золото один из таких активов нефть 42 25 встреча технического комитета опек позади и как ожидалось как бы лидер мнения которого выступает саудовская аравия была обозначена позиция что все страны опек плюс должны проявить большую проактивную позицию особенно сейчас когда снова нависла угроза для все над всем энергетическим сектором из-за падения спроса и роста нефтедобычи в отдельных регионах особую ставку делаю конечно же на ливии поэтому в конце ноября на заседании я почти уверен то что страна опека плюс примут решение не менять а текущие квоты то есть оставить в силе сокращение добычи на 7 7 миллионам баррелей к этому заранее нужно готовиться поэтому котировок нефти есть очень хорошая база сейчас сам остаться на плаву вблизи текущих значений и впоследствии все зависит от того как интенсивно начнет слабить американская валюта протестировать 43 50 ну точнее ближайшее мощное сопротивление которое никак не дается покупателям это 43 30 по бренду нужно сначала пробивать его если конечно же есть по-прежнему интереса досидеть в длинных позициях по бренду до 45 долларов за барреля длинной позиции не отказываюсь друзья жду теста 43 30 и выше доллар канадец 131 90 все без изменений ставка в сел bitcoin покупки 11 тысяч 744 доллара американский фондовый рынок прежде всего нас интересует dow jones 28 тысяч 160 пунктов вчера мы немного снизились но опять же весь этот откат вся эта локальная коррекция может очень быстро быть нейтрализована по факту улучшения рыночных настроений а самым лучшим поводом для этих улучшений новые деньги друзья короче ждем новые стимула евро против доллара 1 1776 тест сопротивление 1 1850 и движение в районе отметки 1 20 поглядывайте одним глазом на рыночные настроения через за индикатив кайман в рамках нашей компании сейчас мы видим снова перекос в сторону продаж и как уже неоднократно подчеркивалось рынок идет против движения толпы в данном случае это движение наверх и фунт против доллара моя настоятельная рекомендация друзья для тех кто все-таки не приемлет риск вообще не лезть в этот инструмент фунт против доллара вчера роста больше чем на 120 пунктов и под конец дня снижения на 100 пунктов ну чудовищная волатильность она продолжается уже вторую неделю подряд очень трудно определять какую-то тенденцию в такой неразберихе но всему виной точно такая же неопределенность касающийся брейкзита многие участники рынка в том числе и я сомневается то что сделка будет особенно после того как джонсон в пятницу призвал англию готовиться к выходу из состава с без торговых сделки мишель бронье который является лидером руководителем делегации и переговорческого процесса от европейского союза должен был посетить лондон на этой неделе но вот вчера принял решение все-таки не ехать туда поскольку нечего обсуждать друзья я думаю то что фонд с большой вероятностью может показать мощную нисходящую динамику но из-за того что настроение в этой паре очень быстро меняются наверное лучше все таки остаться а в стороне ничего страшного будут возможности заработать в других инструментах но если среди вас есть те кто готов рисковать друзья то в случае развития нисходящей динамики британская валюта против доллара легко может потерять 200 а то и даже 300 пунктов на этом собственно все всем хорошей торговой сессии и до скорых встреч всем пока